Всем привет, дорогие друзья, с вами Яковлонов-2001, и это 64 выпуск моего города в Майнкрафте. А сегодня, друзья, будет обновление не только в городе Яковлоновске, но и в деревне Васильки, поскольку я в общем сделала много обновлений 1 марта. В общем, я хотела сделать перепись населения вчера, 29 февраля, но я почувствовала, что чего-то не хватает, естественно, и я решила, естественно, перенести, естественно, на 1 марта перепись. Итак, друзья, я открываю для вас секретик в том, что в селе Осиньки проживает 8 человек, не густо, но... Так вот, друзья, в общем, я сделал кое-какое обновление, в том, что я продлил главную цветочную улицу в этом селе, продлил, естественно, железную дорогу до села непосредственно. Так, вот она, железная дорога, у нас вот станция есть. И, возможно, к будущему, возможно, в селе Осиньки появится, естественно. Короче, просто могут появиться арадор, вокзал и так далее. Ну, короче, всякие, ко всему-ко всему-ко всему будут мелочи. Здесь уже в дорогах заканчиваются. И что-то напоминает о селе Пивкино, которое в Курганской области. Я приезжал мимо, и там было не только одна села, но и плюс еще и станция Пивкино. Я раньше думал, что это станция Пивкино, как на Дону и Кубани. Короче, он нестоган. В общем, он здесь вот указатель поставил, здесь у нас. Так, станция Васильки, Почтовая улица, кстати, вот. Почту добавил, вот он. Почту добавил в селе. Так, цветочная улица налево-направо, станция направо. А здесь, вот, Почтовая улица налево, прямо колхоз Удачи. Вот он. Это колхоз Удачи. И давайте посетим почту. Вот такая у нас почта такая вот выглядит. Здесь только вот атмосферная. Так, друзья, извиняюсь. В общем, здесь такая атмосфера, здесь у нас касса. Здесь мы, типа, отправляем письма, посылки, бандероли и так далее. Здесь у нас вот кабинет такой вот. Здесь у нас сиденье, стол и книжечка. Ну и освещение еще стены. Так, смотрим здесь. Мы видим кахоз Удачу и эти домики. И еще и колодец есть, и магазин. Пока что в этом селе есть только колхоз, четыре живых дома, двухэтажных, колодец и магазин. Ну и еще почта. Так. Идем дальше. У нас такой вот склад писем, посылок и бандероли. Хочем сохраняться у нас. Вот такая вот получилась. Пока что здесь только две улицы, цветочная и почтовая, естественно. Ей пока что будут продвигать село, поскольку еще можно будет, поскольку в будущем. Поскольку в будущем могут появиться аэродром, железнодорожный вокзал, супермаркет Радуга. Кстати, самый первый супермаркет в городе. И всем знакомы нам вот эта машина, которую я построила. Это не совсем знакомая, но... Короче, я сам ее построила, рада с этим домом. Как будто припарковалась. И уже следующее, второе обновление, это уже в самом городе Яковлевске. И это рядом с траконцентром луч, и макдаком, и пожирной частью. Это, в общем, друзья, молодежный театр, или театр юного зрителя. И с этим написано ТЮЗ. Вот, короче, мы покупаем билеты на спектр. Здесь мы берем билетик. Дальше у нас такой гардиот. Вот такой вот. Повторяем, ничего такого. Дальше у нас автоматы сихтой. Здесь напитки. А вот здесь еда. Так, поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас вот проход в зал. Вот такую вот. Вот здесь у нас сиденье, вон, из акадцевых доз, из акадцевых ступенек. А вот из дубого ступеника есть лестница. О, это что за фигня только что была. Я вроде бы как бы отключил погуту, тем более. И я не понимаю, что это произошло. Ладно. Короче, вот такой вот зал у нас. Здесь вся вот сцена такая вот. За кулиси нету, так что. Можно прятаться вот здесь. А хотя нет, вот здесь вот у нас. Вот здесь вот за кулиси у нас. Со шторкой. Так, здесь у нас непонятный рычаг. Не знаю для чего. А, дальше у нас вкладе, где у нас костюмы хранятся, текст и так далее. Так, идите туда, посмотрим. А, тут прохода нету. Понятно. Так. Ладно, короче, выходим. И так, друзья, у нас построил такую вот остановку для автобуса. Вот так вот. Дорогой ЦДК луч. Вот. Посмотрел с темно-серой и серой шерстью. И покрылась эвакуациями. Эвакуациями плитами. Это у меня сейчас осталось. Так, сейчас я репортируемся на место основания моего города, чтобы показать набранное количество населения за февраль. Внимание. И количество населения у нас 21 958 человек. Да, друзья, мне пришлось поторопиться, естественно, скопировав 12-этажные жилые дома, которые по 9-6 тысяч человек, естественно, проживают. И, в общем, друзья, мы добились того, что и добивались в январе, то есть на прошлом месяце. И по поводу 2 марта, по поводу вторника, по поводу понедельника. Друзья, я как бы на лечение поеду после школы, потому что вообще я не поеду на лечение, поскольку мне надо еще записку, то есть, можно сказать, справку от невролога и других врачей и так далее. То есть, от невролога нужна справка, от других врачей тоже нужна справка и так далее. Лучше можно сказать, лечение откладывается, в общем, на неопределенный срок, естественно. Короче, после школы я еду в поликлинику, в общем, и воспользуюсь. Вот ли новые выпуски про город в Майнкрафте? Обязательно, как бы ни крутились. Ну, я постараюсь, естественно, за март, как бы, подтянуться, естественно. Ну и все, в общем, друзья, в общем. Я постараюсь хоть что-то сделать за март 2020 года. Так что, живем, радуемся, радуемся. Продолжим подписываться на мой канал, ставить лайк, писать комментарии, писать идеи про, что построить в моем городе в Майнкрафте. И не забывайте про СССР в Майнкрафте, поскольку он еще и тоже есть, но почему-то я не выпускаю новые серии про СССР в Майнкрафте. Ну и добавляю на всякий случай, чтобы вы, естественно, нажали на колокольчик, чтобы не пропустили новый выпуск. Да, друзья, вот такой вот получился 10-ти минутный выпуск про город в Майнкрафте. С вами был Яков, разочетатель. Всем пока-два!